В начало первого ночи 29 октября поступает информация следующего содержания. Внимание! Фиксируются взлеты беспилотных летательных аппаратов типа Шахет в направлении южной регионы Украины. Следите за сигналами воздушной тревоги. Часа через полтора начинает поступать сообщение, что ПВО работает в Херсонской и Николаевских областях. Идет отработка по беспилотникам. Через небольшой промежуток времени, внимание, угроза по беспилотным летательным аппаратам Запорожская, Днепропетровская, Херсонская, Николаевская, Кировоградская, Венецкие области. Параллельно этому поступает инфа, внимание, массированная атака Крыма беспилотниками. В многих городах Крыма работает ПВО. Из Краснодарского края передают, что есть прилеты беспилотников по нефтеперерабатывающему заводу. Там пожар. Очень сильно слышна канонада работы ПВО и видна в районе Евпатории. По поступающей информации из Крыма становится понятно, что беспилотники атакуют только военные объекты. Приходит сообщение Сумская, Полтавская, Черенковские области, внимание, ракетная опасность, тактическая авиация совершила пуски ракет в вашу сторону, все в укрытие. Немного позже наше ПВО отработало по ракетам запущенных сушек в районе Миргорода. Скорее всего это были ракеты Х-59. Все ракеты были уничтожены. Ночь с 28 на 29 октября в Одессе прошла спокойно напряженно. Сигналов воздушной тревоги, канонады работы ПВО, ракетных прилетов и прилета дронов Камикадзе в Одессе области зафиксировано не было. Сегодня днем 29 октября, в Одессе будет такая погода. Переменная облачность, без осадков, ветер юго-западный 6-11 метров в секунду, температура утром 11-13, днем 20-22 градуса тепла. Моим дорогим соотечественникам и землякам мирного неба, всего самого наилучшего, берегите себя дорогие мои и даст Бог, до новых встреч. Субтитры создавал DimaTorzok